Окей, а мы начнём нашу сегодняшнюю встречу. Меня зовут Антон Апарин, я идея и вдохновитель проекта Integralverse, интегральной конференции Integralverse. И сегодня мы с вами встречаемся в 10-м юбилейном выпуске нашего подкаста про интегральный подход с разных граней для человека и бизнеса, с другом и ледоколом интегрального движения Женей Пустошкиным, интегральным психологом, психотерапевтом, переводчиком, основных книг Кена Вилбера, главным редактором журнала Эрос и Космос, также автором, соавтором, соведущим курса Integral Awareness по интегральной медитации, который начнётся уже в ближайшие 10 дней, насколько я помню, через 10-12 дней. И привет, Женя! Сегодня у нас тема подсознания, сознание и сверхсознание, взгляд интегрального подхода. Тема родилась практически спонтанно несколько дней назад и небольшую вводную от себя дам с тем запросом, с которым я обратился к Жене. То, что сейчас достаточно много людей в моём окружении, как-то так совпало, интересуются практиками, как в своё подсознание загрузить какие-то полезные программы и якобы это поможет вообще эволюции в бизнесе, в делах, в отношениях, в каком-то личном развитии. И я тоже попробовал в парочку таких современнейших инструментов, разработок и продуктов. Понимаю, что в этом есть и какая-то доля правды, но картина не полна. И вот с темой с подсознанием разобраться я обратился к Жене. И, конечно, когда мы интегрально говорим о подсознании, мы не можем не затронуть такие темы, как сознание и сверхсознание. Женя сейчас нам об этом поподробнее будет рассказывать, может, что-нибудь попрактикуем. Я, Женя, буду тебя спрашивать наводящими по ходу, поэтому устраиваемся поудобнее и начинаем. Спасибо, Антон, за интегральный ледокол. Ты пока ещё не выключай микрофон, потому что я хотел бы вначале, знаешь, необычный поворот сделать из-за них, что я тебя не предупредил. Я хотел тебя спросить. Расскажи немножко вы про эти практики, работы с подсознанием, что имеется в виду, потому что этот термин «подсознание», он настолько широкий и большой, что этому будет посвящено. В принципе, я много чего, может быть, и со своей стороны скажу, но у тебя уже по свежему следу, может быть, и людям будет интересно. Ну, это касалось работы с установками, ну и как бы вот есть разные аудио, такие программы, там файлы записанные, где бинауральные разные там истории и ритмы, которые программируют подсознание якобы на благостную какую-то волну, и одновременно с небольшим асинхроном вправо и в левое ухо даются какие-то положительные установки. Я там всё могу, у меня всё получается, у меня всё прекрасно, я связан со Вселенной и так далее. Ну и нарратив такой то, что включив такую штуку себе утром, днём и на ночь это прогружает за какое-то время позитивные установки именно в подсознание, и это ускоряет развитие, если работать только с сознанием, то есть аналитически как-то или в нашем состоянии бодрствования с тем же самым материалом. Ну как-то так для начала, можешь задать ещё здесь какие-то уточнения, я поспокою. Ну, в принципе, я понял. Это какие-то аудиозаписи, я понял то, описание. Да, это очень интересно, интересно, что ничего на свете не нового, нет нового, вот эти аудиокассеты с внушениями и даже с бинаральными ритмами совмещенные, они появились, может быть, в 70-е годы, может, раньше, то есть сейчас это, как говорится, часто очень хорошее старое переупаковывается, в том числе обучение во сне, когда засыпаешь в наушниках, там кассета работает с какими-то внушениями, то есть это всё такие, можно сказать, наши дедушки и бабушки этим занимались, и также было очень много литературы по самовнушению, аутогипнозу, потом появилось модное слово аффирмации, переводное, то есть affirmation, то есть такая установка самовнушения, которую я себе повторяю или мне повторяет в этих мотивирующих аудио. То есть я, хотя я говорю немножко с юмором, что это хорошо забытое старое, но это не означает, что это липа какая-то, то есть это очень интересное направление. Единственный вопрос, что необходимо смотреть, есть ли какие-то исследования, и тут понятно, что сейчас бюджеты, может быть, научных исследований направляются на другие совсем вещи, поэтому это не такая простая вещь, исследовать эти вещи, но хорошо бы, чтобы были какие-то доказательные статьи или материалы, или обоснования, что это действительно работает, различные такие аудиопрограммы, потому что, или хотя бы теоретически такие ещё серьёзные обоснования, потому что на голой верой здесь сыт не будешь. Но это нас направляет на очень интересную тему, сам по себе термин «подсознание», который в 20 веке… Да, Антон? Да, Жень, ещё немножко из такой предыстории. Я немножко попрактиковал эти вещи, и с одной стороны есть вопросы к эффективности, с другой стороны для меня это вновь как-то подняло, и я прочувствовал на себе, что есть пласт подсознания, некой тени, и вроде бы мы в интегральном подходе, но ты, конечно, как терапевт, психолог, как практикующий, наверняка пользуешься этим термином, но он у нас как бы не наверху, он там обобщает сразу много разных зон, там квадрантов и прочего-прочего. Вот, и… Но я почувствовал, что это большой пласт, и что если не объективизировать то, что он есть, то как бы он и остаётся где-то там не выявленным. Вот, у меня получилось его как бы так прочувствовать, объять своим вниманием, и понять, что часто от идеи до действия как раз мы внутри проходим несознательно, вот этот вот пласт подсознательного разного материала, обобщён подсознательно, да, вот, и можно сознанием работать, а можно и как-то расчищать внутри. Вот, пожалуй, вся предыстория. Спасибо. Термин «подсознание» он был распространён очень сильно в XIX веке и ранее, то есть он впервые возник, там, само слово, по-моему, в XVIII веке, потом оно было популяризировано, как утверждается Пьером Жене, хотя был ещё и другой исследователь Фредерик Майерс, вижу знакомые лица, очень рад, и они тоже в XIX веке активно используют этот термин «подсознание» или «подсознательное». На рубеже XIX-XX века произошла такая революция в связи с тем, что огромную популярность обрёл учение Зигмунда Фрейда, и Зигмунд Фрейд, он сначала использовал термин «подсознание», потом он перешёл к использованию термина «бессознательное». И утверждая, что подсознание имеет в себе коннотацию, что есть нечто, ну, топографическая такая модель, что есть нечто по графике, означает то, что пространство, да, что в пространстве вот есть нечто ниже сознания. И он, вот, как говоря, о бессознательном, и все последующие мыслители, включая Юнга, они всё-таки начали говорить о бессознательном, потому что бы уйти от такого локализации вот этого вот того, о чём мы говорим, что оно ниже некоего сознания фона. И вот начиная с XX века в мейнстримовой психологии, связанной с психоаналитическими какими-то учениями, ну, и которые повлияли на всю психологию вообще, в принципе, с некоторыми исключениями в виде, там, объективной такой михеверистской психологии, где пытались другие термины использовать. Вот. Но вот больше всего использовался термин бессознательное. Однако термин подсознание не утратил своё ухождение. Он особенно сильно был распространён в таких нью-эйдж-кругах. И там очень использовалось в литературе по самопомощи, по саморазвитию, где вот нам предлагают обращаться к ресурсам подсознания. То есть, этот термин никуда не ушёл. И в обыденном языке, разумеется, если взять среднестатистического человека на улице, по крайней мере, в русскоязычном пространстве, ну, и, возможно, в англоязычном, там некоторые есть нюансы, то если у человека спросить, что такое подсознание, он что-то вам скажет, ему будет знаком этот термин. А если с ним завести речь о бессознательном, то это уже может быть посложнее, потому что это нечто более научное, наукоёмкое или там необычное. То есть, слово подсознание, оно уже на подкорке у нас всех подсознательно находится. Мы все имеем какие-то такие смутные представления об этом понятии, такие вероятностные, у кого-то более точные, у кого-то это связано с каким-то художественными образами, как какие-то герои фильмов или книг, обращается к ресурсам подсознания, обретает там способность к телепатии или там ещё чему-то. Также этот термин использовал выдающийся деятель театра Константин Станиславский, он говорил как раз прямо о подсознании, сознании и сверхсознании, то есть такое хождение тоже было и в советской литературе. То есть, это очень интересный термин, хотя в дальнейшем, в большей степени будет говорить о бессознательном, но я надеюсь, потом, когда я основную часть своего какого-то послания, интегрального взгляда с точки зрения Уилбера, может быть, каких-то своих идей поделюсь, мы сможем дальше обсудить, а как это может быть связано именно с самой идеей подсознания. И ещё один, конечно же, момент, что у подсознания, если до того, как мы углубимся в такие технические, какие-то более сложные моменты, у подсознания есть два таких элемента. Первый, или подсознание можно поделить на два таких, две категории. Одна категория – это вытесненное подсознание. Мы что-то вытесняем в подсознание. Это то, что, Антон, ты уже упомянул. Когда мы что-то вытесняем в подсознание, то у нас формируется тень. И это какие-то теневые элементы. Я что-то не помню, мне нужно что-то вспомнить. Какие-то травматические переживания, блокируются какие-то переживания, контакт с какими-то энергиями и так далее. То есть, это вытесненное подсознание. С другой стороны, многие практики, особенно практики, говорят о подсознании, как скрытых резервах человеческой психики, например. Дополнительных резервах мозга, если там более такая материстическая перспектива, что всё через мозг идёт. Это подсознание не то, чтобы оно вытеснено, а это некоторые резервы нашей Личности, нашего бытия, которые мы можем активировать, к которым мы можем обратиться, с которыми мы можем связаться, которые мы можем воплотить. Или мы можем направить какую-то информацию в подсознание, и она там будет перерабатываться, потом выдаст нам ответ. То есть, такое есть понимание подсознания. Мы можем пытаться что-то рационально решить, просчитывать, высчитывать, но в итоге мы можем довериться чутью какому-то, или если мы это умеем делать, или у нас получается, это чутьё интуитивно нас говорит, что направо не ходи, а налево иди. Хотя справа меня там все зазывают, а налево там кладбище. А чутьё говорит, нужно идти налево. То есть, это тоже какое-то подсознание. Здесь мы видим, что подсознание каким-то образом связано с интуицией. То есть, когда мы начинаем брать этот термин из обывательского языка, а всё-таки он пришёл из такого из обыденного языка к нам, он уже находится в такой вот в массовой культуре, то есть очень множество разных у него значений, и они иногда даже противоречат друг другу, противопоставлены. И это нужно учитывать. При этом такое многообразие значений слова подсознания, а также потом мы будем касаться бессознательного и неосознаваемого, не означает, что это неважная тема. На самом деле, конечно же, она важна, и вот это изобилие того, что мы имеем в этом отношении, даже это подчёркивает. И теперь хотелось бы мне расшарить экран, а я сейчас это сделаю, продемонстрирую экран. Мне нужно для этого включить такую нужность. Да, есть. Замечательно. Я подготовил небольшую презентацию, к сожалению, у меня не было много времени, поэтому она такая непроработанная и скорее эскизная, но она будет хорошим опорным материалом для такой лекционной части. Надеюсь, я, конечно, обычно не лаконичен, но надеюсь, что удастся довольно быстро этот материал пройти и заранее приношу извинения, если там это немножко затянется. Тема у нас подсознание, сознание, сверхсознание. Я вот быстро подготовил вот эти слайды. И первый момент, который нужно рассмотреть, сейчас попробую переключиться на следующий слайд, это то, что у нас есть помимо термина подсознания, которого я уже коснулся, термина бессознательная, которого я коснусь попозже, я уже немножко объяснил, что бессознательно было введено и его синоним, например, неосознаваемое, несознательное для того, чтобы уйти от такой вот модели, что у нас есть некое сознание и что-то погружается и оно уходит в подсознание или из подсознания что-то вылазит. И такие мыслители, как Фрейд И некоторые другие психологи, психотерапевты, они пытались уйти от этого понимания, исследователи сознания. Дальше у нас есть термин сознания. Что же такое вот здесь? Тоже вкратце его коснусь. Здесь для нашего понимания мы можем рассматривать сознание как то, что отождествлено с нашим рациональным «я». То есть рациональное, рефлексивное, рассуждающее, рассудительное часть нас самих. То, что может быть в психодинамических подходах называлось бы «эго-сознание». Но конечно же у сознания, у термин сознания, как consciousness в английском языке или mind, у него есть еще и расширительное и часто даже более распространенное значение, как указание вообще на наш психодуховный опыт, то есть на нашу субъективность, на сам факт того, что у нас есть вообще субъективное переживание. И вообще все, что у нас происходит, происходит внутри сознания, то есть какие-то у нас досознательные вещи, сознательные и сверхсознательные в таком расширительном понимании сознания с большой буквы, происходит в нашем сознании. Это не означает, что весь мир происходит в нашем сознании, это было бы салепсизм. А я имею в виду феноменологическую перспективу, когда мы занимаем перспективу себя, как того, кто смотрит из вот этого вот индивидуального бытия, из этого организма и из этого самосознания, которым каждый из нас обладает. Ну в этом смысле. То есть все, чего мы касаемся, опосредовано нашим опытом сознания. Даже восприятие внешнего мира, извините за такую тривиальность, но они там вот, есть какие-то физические сигналы, попадающие на органы наших чувств, например, фотоны выпадают на ретину, происходят какие-то химические, биохимические реакции, зрительный нерв, активация зрительного нерва, происходят сигналы и так далее. Но та картинка, которую мы получаем, она насыщена сознанием, она состоит из сознания. Если вот так очень философским языком, очень размытым обсуждать эту тему. То есть мы всегда во всех наших восприятиях имеем элемент субъективности. И вот в этом смысле в некоторых школах сознание понимается в таком широком плане. И Вилбер, в принципе, он тоже зачастую таким образом понимает сознание не как узкая полоска, или там не узкая, но все равно полоска сознания, связанная с эго и рациональностью, рассудительностью, разумом, дискурсивностью, дискурсивным мышлением, способностью к вербальному мышлению, например. Это просто слой, или уровень, или этаж сознания. А в целом сознание, такое в расширительном понимании, это пустотное пространство субъективного переживания, в котором все различные события, которые мы регистрируем в нашей жизни, возникают. Вот это такое вот расширительное значение, которое, в принципе, достаточно распространено. И нам нужно в наших рассуждениях учитывать вот эту диалектику и перетекание терминов один в другой. Некоторые скажут, ну как же так, что же за ерунда, нужно эти термины четко определить, давайте все четко определим, расставим везде заборы, поставим, скажем, вот туда ходить можно, туда нельзя ходить, договоримся. Ну, как аналитической философии, и в некоторых англосаксонских англофонных школах мысли, психологии и науки пытались, предпринимали попытку так делать. Но, как показал выдающийся российский, ну, отечественный мыслитель, философ науки Василий Васильевич Налимов, научные термины, несмотря на пожелания некоторых ученых, чтобы они были четкими, они даже в естественных науках весьма размыты, они имеют вероятностное значение. Научный термин, он даже самый строгой науки, он часто многозначен и содержит в себе иногда даже противоположные понятия. Поэтому термин, его нужно не столько определять, как ограничивать, а сколько это некая указующая намек на тот спектр феноменов, с которым мы работаем. Поэтому, конечно же, с точки зрения, в том числе и интегральной семиотики, нам нужно четко определять, о каком типе сознания мы говорим, когда мы говорим слово «сознание». Сознание-1 или сознание-2? Сознание-1, допустим, это будет рассудочное эго-сознание, а сознание-2 будет тут такое какое-то расширительное сознание, как пустотное пространство. Живое, пустотное пространство беспредельное, необусловленное, неописуемое, которое вроде бы индивидуально нам принадлежит. И, с другой стороны, оно является родовым свойством вообще всех сознающих существ. И, с одной стороны, вот есть сознание человека, человека разумного, оно имеет определенные характеристики в мире формы. А, с другой стороны, есть сознание, как такое абсолютное сознание. С одной стороны, это абсолютное сознание, может быть, космическим сознанием, каким бы оно ни было, то есть вселенским сознанием, что бы мы под этим не понимали, как бы мы не получали доступ к этому опыту. А, с другой стороны, это, может быть, даже не настолько мистическое сознание, а сколько просто сам факт сознания вовести. Все эти значения в исследованиях сознания современных, они присутствуют. И нам нужно понимать, что мы сейчас взялись за такую большую тему. Ну, и, по сути, просто когда мы о ней говорим, нужно научиться постепенно обрисовывать все это многообразие языка, не пытаться свистить что-то к чему-то одному, а просто пытаться диалектически учитывать все это многозначность полифонии вот этих терминов. И дальше, и еще один, конечно, момент, который все усложняет, что для одного человека сознанием, ну, если вот мы возьмем сознание один, то, что сознание – это узкая полоска рассудочного, рационального сознания, эго-сознания. И вот это якобы вот эталон сознания. И есть что-то ниже этого сознания, это уже досознательное или подсознательное, или даже бессознательное, а все, что выше – это сверхсознательное, надсознательное, надразумное и так далее. Но на самом деле, как мы знаем из интегральной психологии развития и просто из психологии развития, то текущая субъектность, которой мы обладаем, наше текущее сознание, с которым мы отождествлены, это и есть результат целой вереницы стадий развития. И дети имеют другое сознание, подростки другое сознание, взрослые другое сознание. То есть каждый из нас может иметь разные стадии развития этого сознания в тех или иных линиях. И поэтому то, что для рационального человека, находящегося на том уровне, который Вилбер обозначает, и на эспиральный динамик тоже обозначает, например, оранжевым цветом, то есть это рациональное, достигающее сознание, ориентированное на критическую саморефлексию и так далее, на самоавторство всего или возрастающее, которое считается зачастую в некоторых дискурсах эталонным и в нашем обществе, и в западном обществе, это в принципе, в западном обществе до недавнего времени, в нашем обществе, в принципе, до сих пор является эталонным такое аполоническое сознание. На самом деле 80% населения планеты Земля в различных странах, они, согласно некоторым исследованиям, не доходят до этого рационального оранжевого сознания, которое является таким аполоническим идеалом. Они, эти все стадии, ну это все зависит от культуры, от развития экономики, общества, от образования, то есть часто это может быть мифическое сознание, которое, мифический уровень сознания, мифическая стадия сознания. Здесь у нас нет времени вдаваться вот в эти разные вереницы стадий, может быть, мы их коснемся позже, но просто это отсылает к другим каким-то выступлениям, к книгам Кеновилбера, например, к книге интегральной медитации, где эти уровни описаны, ну и к разным другим видео и статьям. Но, в общем, самая главная идея, если вы знакомы с интегральным подходом, вы ее, конечно же, тоже понимаете, что то, что является нормативным для одной субгруппы, субкультуры, не обязательно является нормативным для всего общества. И вот мы здесь с вами, как образованные люди, умеющие говорить на более-менее правильном русском языке, английском языке и так далее, читающие книги или интересующиеся чем-то, мы друг с другом собираемся и говорим, ну конечно же, нормативным сознанием является ментальное, рациональное эго-сознание, допустим, оранжевой высоты, более высокие уровни сознания, более поздние стадии есть. Но, на самом деле, мы должны сталкиваться с тем фактом, что 70-80% населения планеты Земля, у них нет такой сильной заземленности в этом центре тяжести рационального оранжевого сознания. Это создаёт для нас некоторую проблематику, которая ещё более усложняет нашу комплексную системную, цельно-системную, сложную системную картину мира, которую мы должны учитывать при обсуждении этих терминов. Потому что для человека на мифическом уровне сознания, не будем вдаваться в то, что это такое, но это дорациональный уровень сознания, его сознанием будет как раз мифическое сознание, что для рационального человека не будет считаться сознанием. И рациональный человек будет считать, что это какие-то даже несмышлёныши, что это какие-то, возможно, поэтому в эпоху просвещения были какие-то даже взгляды на детей, на воспитание детей, что ребёнок – это или копия маленького, меньшая копия взрослого, или что ребёнок может относиться как к роботу, к существу, которое неразумное. Поэтому мы можем делать что угодно в его присутствии и делать с ним что угодно, пока у него не обретёт какие-то признаки того, что он облазает разумом, он не считается разумным. То есть это нам необходимо иметь в виду, когда мы обсуждаем этот термин. Дальше. И в связи с этим тоже и термин сверхсознание. То есть, казалось бы, сверхсознание – что это такое? Сверхсознание – это всё, например, что стоит выше над тем центром тяжести, который мы определяем как нормативной. Например, рациональное сознание. То есть всё, что выше рационального сознания, является сверхсознанием. Но на самом деле в таком значении очень редко используют термин сверхсознание, потому что его обычно используют для указания на очень трансперсональные, надличностные и надрациональные реалии. То есть сверхсознание всё-таки имеет отношение к неким мистическим реалиям, опыта единства, выходу за пределы индивидуального я, чувства индивидуального я. Вот в этом смысле понимает сверхсознание. И с одной стороны, сверхсознание – это как высшая ступень развития человека, его сознания, то есть когда мы проходим через стадии развития или через состояние стадии развития, то есть это можно было бы отдельно обсудить, мы можем дойти до этого сверхсознания. Но с другой стороны, сверхсознание понимает ещё некую космическую реалию, некое космическое начало, с которым мы можем установить контакт. И это некое сверхсознательное начало космоса, ну как в некоторых парадигмах так считается, я здесь не собираюсь утверждать, что это так или не так, я просто описываю весь спектр возможных взглядов. И что вот есть некое реалие, которое скорее можно назвать сверхсознанием, а не подсознанием, с которым можно установить контакт, это может быть даже какое-то божество можно понять, или некий космический разум. И это не означает, что я сам этот космический разум, я с ним устанавливаю контакты, но как бы объективно существует, как вот существует Евгений, существует Антон, существует Василий и так далее. Вот так же существует вот эта вот некая сверхличность. Конечно же, в большинстве традиций считается, что это сверхличность, ну в большинстве продвинутых традиций, есть разные взгляды. Один утверждает, что сверхличность стоит отдельно, и есть бесконечная бездна между отдельными сознающими существами, этой сверхличностью. В других перспективах говорится, что бездна, может быть, она и есть, но в другом смысле и есть некий континуум сознавания, и что можно, в принципе, и в субъективном опыте пережить опыт сверхсознания и сверхличности в своем жизненном бытийном пространстве. Просто это будет субъективность, но это будет субъективность, которая не имеет исключительно этой расследовательности с индивидуальным началом, с личностью, как конечным этим «я». Вот это нам нужно учитывать. И в этом смысле иногда люди говорят о подсознании, мы снова возвращаемся к террористу подсознания, как контакту с этим сверхсознанием. То есть вот такой семантический ад, который мы сейчас с вами обсудили, он присутствует, и понятно, что мы сначала сталкиваемся, ой, надо загрузить программу в подсознание. Или, ой, нужно вычистить все дерьмо из подсознания, выгнать всех этих бесов и чертей и сделать подсознание чистым, чтобы все было хорошо и так далее. Но это обывательский язык. Когда мы начинаем работать с серьезной системой с реальностью психического опыта, то, конечно же, мы сталкиваемся с тем, что необходимо уточнять, что же мы имеем в виду. И чем дальше мы идем, чем более высоким уровнем и поздним стадиям развития мышления и сознания мы приходим, тем сложнее и при этом красивее, и даже проще, в каком-то смысле парадоксально, и сложнее и проще становится картина. И она еще динамически двигается и эволюционирует, и не зафиксирована в статике. Вот, сейчас еще снова продемонстрирую экран. Вот, это необходимо, то, что надо было сказать по поводу термина подсознание, бессознательное сверхсознание. Пойдем дальше. Вот, собственно, типы бессознательного, которые выделяет Кен Уилбер. Он, на самом деле, можно было бы насчитать еще одно, наверное, но, в принципе, оно объединено с четвертым, там, можно было бы сказать, погруженное бессознательное. Но Уилбер еще также описывает, что вытесненное погруженное бессознательное, но отдельно описывает. Но при этом, по крайней мере, при подготовке вот к нашему разговору сейчас, я не успел посмотреть, а говорит ли он о невытесненном погруженном бессознательном. Можно ли об этом говорить? Поэтому вот я сейчас зачитаю вот эти, вы их видите, что первый тип – бессознательная основа, второй тип – бессознательное, это архаическое бессознательное, третий тип – это внедренное бессознательное, можно также было бы перевести, как встроенное бессознательное, по-английски embedded unconscious. Четвертый тип – погруженное бессознательное. Вот в книге «Религия будущая» 800-страничная работа Кен Уилбер, которую я перевел, там часто используется термин «субмерджентное бессознательное». Почему я ввел такой вот термин для перевода, не погруженное, а субмерджентное, чтобы сконтрастировать со следующим типом бессознательного, которое эмерджентное. Субмерджентное – это когда что-то у нас есть, какой-то опыт, который погружается, мы это потом объясним. Эмерджентное – когда нечто сверху возникает или из более глубокого измерения опыта, который какой-то материалом возникает, и с ним нужно каким-то образом взаимодействовать. И вот четвертый тип – погруженное бессознательное или субмерджентное, пятый тип – возникающее бессознательное или эмерджентное бессознательное, и шестой тип – это вытесненное эмерджентное бессознательное. Сейчас мы пойдем вот по каждому из этих типов. Я там выписывал цитаты, я не уверен, что их все будут читать, но вы потом в записи сможете, например, поставить на паузу и посмотреть. Поскольку я торопился, не успел оформить все цитаты так, как я считаю необходимым оформлять, то есть указать источник и страницу, приношу извинения за это, и вы найдете эти цитаты в двух книгах. Я их брал из двух книг. Первая книга – это «Религия будущего», но там автор Кен Вилбер рассматривает эти понятия как встроенные в текст, и он не дает вот такой вот систематике. Систематику он дает в другой работе, которую я тоже перевел. Книга называется «Очи познания», по-английски «I to I». И в «Очек познания» там есть глава, посвященная бессознательному и медитации. И это замечательная глава, и вот там он написывает все вот эти шесть типов бессознательного. Но необходимо эту книгу читать с точки зрения современного развития интегральной модели, потому что «Религия будущего» – это последняя или одна из последних книг Кен Вилбера. Он пишет еще, и еще новая книга выйдет. Весной новая книга выйдет и так далее. Но вот в «Очек познания» описано его понимание с точки зрения 80-х годов. То есть поэтому нужно, хотя там сущностные моменты не поменялись, то уже к тому времени у него момент написания книги «Очи познания» сформировалось довольно четкие взгляды на структуру сознания, менее четкие взгляды на различия между структурами и состояниями сознания. Это уточнено было впоследствии. Но, в общем, имейте в виду, что когда вы будете читать, необходимо делать скидку на то, что то, что написано в «Очек познания», нужно сопоставлять с более новым пониманием, которое описывается в книгах «Интегральная духовность» и «Религия будущего». Итак, что такое «Бессознательная основа»? «Бессознательная основа» — это очень интересный термин, то есть «ground unconscious». И вот в «Религии будущего» Вилберт так описывает. Явления, которые, как следует из самого термина, должны менеджентно возникнуть в какой-то момент в процессе жизни индивидуума, включены в бессознательную основу. Бессознательная основа содержит менеджентное бессознательное и ряд коллективно наследуемых феноменов, которые могут возникнуть, а могут не возникнуть в сознании индивидуума. Мы обсудим, что такое менеджентное бессознательное чуть позже, поэтому тогда всё станет ясно. Таким образом, бессознательная основа включает в себя сознание-хранилище, Алла и Вижняну, и такие феномены, как космические привычки. Все они коллективно, а также все аспекты скрытого существования, которые ещё не проявлены. То есть, всё, что есть в реальности четырёх квадрантов, если вы знакомы с интегральным подходом, там есть четыре квадранта, сейчас не буду их касаться, это в конце презентации будет. Они в нас действуют, но мы их не сознаём. Все они коллективно соотносятся с индивидами или группами, но их существование обычно не проявлено. И имеется в виду, что в бессознательном основе, это вся совокупность форм, которые развились эволюционно до настоящего момента, есть как бы, Вилбер обсуждает вот это вот такое противопоставление между формами и пустотой, пустотной основой всего. То есть, формы возникают, как будто фоном является пустотность или пустота, и в этой пустотности возникает весь дворец мироздания. Вот это вот то, что понимается под формами. Дворец мироздания субъективный, объективный, межсубъективный, межобъективный, все вот это многообразие проявлений, явлений. И при этом, понятно, из недвойственного переживания, из недвойственного опыта есть постулат о том, что эти формы являются проявлениями вот этой пустоты, нету разрыва между ними в фундаментальном смысле. Хотя, когда мы находимся в обыденном состоянии, чуть более над обыденным, но непредельным, нам кажется, что есть некий там источник, фоновая пустота, и есть вот этот вот мир формы. Вот, к бессознательной основе относятся все многообразия форм со всех уровней, которые эволюционно возникли к настоящему моменту. И также, которые эволюционно закладываются из момента в момент, мы здесь не будем касаться понятия эволюции, иначе это наша презентация очень сильно усложнит, а здесь просто для того, чтобы упомянуть, что это есть. И эти все феномены, они не вытеснены, они не являются тенью, они просто присутствуют в виде космической памяти, всей эволюции, которая космосом собрана, ну, допустим, человеческим космосом, и человечество, человеческий космос, он в едином континууме с космическим космосом находится, с вселенским космосом. И эти все феномены, они могут в нас действовать, они могут дожидаться, например, когда мы доразовьёмся до того уровня, когда они начнут проникать в наше сознание или мучить наше бессознательное. Но в целом они всё равно у нас функционируют. Потом, может быть, мы сможем обсудить пример, как они функционируют. Следующий тип бессознательного – архаическое бессознательное. Вот это очень хорошо Кен описывает в книге «Очепознание». Архаическое бессознательное, оно тоже не является результатом вытеснения. И архаическое бессознательное – это самое примитивное и наименее развитое из всех структур фонового бессознательного, то есть вот этого эволюционного потенциала, который накоплен. Вот человек, он рождается, когда он рождается, он является младенцем. В процессе воспитания и вскармливания, взаимодействия с мамой, с опекунами, формируются какие-то структуры сознания всё более усложнённые. И где-то вот к концу второго года постепенно вылупляется человеческое самосознание. То, что мы можем назвать более-менее человеческим самосознанием. То есть эмоциональное рождение человеческого младенца, как говорил Марк Альтмайлер. Он говорил психическое рождение человеческого младенца. Где-то 18-24 месяца – это такой критический период, когда вот начинает особенно сильно вылупляться вот это вот самосознание. До этого младенец и его я, оно в большей степени физическое, как будто бы даже материальное. То есть базирующееся на рефлексах, безусловных рефлексах. Там есть всё равно присутствует субъективность, всё равно присутствует самосознание в своих каких-то смутных формах. Но оно не то, как считают исследователи, самосознание младенца – это не то же самое, что самосознание взрослого человека. То есть то, на что мы сейчас опираемся, когда мы говорим, что я взрослый человек, обладающий взрослым самосознанием – это на самом деле результат прохождения множества стадий вот этого конструирования во взаимодействиях со средой. Вот это очень важно понимать. И вот в первый год жизни и в перинатальном опыте, когда там в эбриональных стадиях развития, в нас всё равно заложены все вот эти архаические переживания всех предыдущих ступеней эволюционного развития космоса, и в том числе и животных, животного мира, лекопитающие и какие-то дочеловеческие уровни. Всё это находится в этом архаическом бессознательном. Карл Юнг частично коллективно бессознательно понимал именно как вот это архаическое бессознательное. То есть, по сути, мы имеем в себе, то есть, когда мы формируемся, у нас встроены атомы, молекулы, какие-то более сложные клеточные структуры, мы развиваемся. Это вот из-за объективного квадранта. И субъективного в нас, как люди в изменённых состояниях сознания часто описывают, что они получают опыт, как будто бы они переживают себя как какое-то животное, лягушка, там рыба, там, не знаю, клетка, например. То есть, это частые переживания вот такие вот. Они вроде бы и трансперсональные, но они посвящены не сверхсознанию, а они посвящены единству с доисторическими и дочеловеческими истоками жизни. И вот эти вот не изначально заданные, а заложенные очень рано в эволюции архетипические формы, которые нельзя путать с высшими архетипами, они в нас функционируют, нас влияют, и мы можем в себе осознать, например, те части нас, которые относятся не столько к человеку, например, которые роднят нас с приматами высшими. То есть, всё, что связано, например, с лимбической системой, с подкорковыми структурами, если мы смотрим с точки зрения объективного квадранта, то есть нейрофизиологии. То есть, какие-то реакции, например, доминирования в стае. Казалось бы, это очень человеческое занятие пытаться что-то доминировать или подчиняться. Но вот на уровне животных такое поведение тоже очень сильно присутствует, и есть даже работа, которая сопоставляет наше человеческое поведение с поведением обезьян в стае. То есть, всё это можно было бы отнести к поведению и форму сознания, которая относится к этому коллективному, или не коллективному, а к этому архаическому бессознательному. И, как мы видим, это архаическое бессознательное, оно не обязательно нами вытеснялось, оно просто, может быть, присутствует в нас, оно функционирует как психический автоматизм какой-то. Мы на автомате, поскольку у нас это вложено как структуры сознания, которые трансцендированы и включены, мы на автомате ими оперируем. Мы можем там пытаться доминировать или, наоборот, подчиняться, или какие-то испытывать влечения, сексуальные влечения, которые объединяют нас вообще со всей жизнью практически, со всей сложной формой жизни. У всех есть инстинкт к самовоспроизведению. Всё это в нас потенциально сокрыто, всё это в нас действует, всё это находится в этом, то, что можно назвать по-настоящему подсознание, и не обязательно это вытеснено. Когда вот эти импульсы влечения к агрессии или к сексуальности и так далее, они начинают проникать в сознание, когда это проявляется возможность, наше сознание, будучи достаточно сильно, начинает их вытеснять, потому что это нельзя, или ещё как-то пытаться справиться с этой энергией первичной, исходящей из археического бессознательного, тогда уже возникает вытеснение, но это нужно посмотреть отдельно. И Уилбер подчеркивает, что Фрейд, он, в принципе, говорил, что трудно провести черту между собственным архаическим бессознательным и вот таким вот вытесненным бессознательным, когда вот эти изначальные импульсы, как вот Уилбер здесь описывает, например, эмоционально-сексуальная энергия или простейшее влечение и побуждение, когда они нас начинают мучать, и мы их как в неврозе вытесняем, или в каких-то других состояниях. Вот. Это что касается архаического бессознательного. И вот Фрейд описывал, что вот это вот свойство ИД, ну ИД это вот эти все вот эти архаические, субмерджентные, находящиеся, ну не субмерджентные, а находящиеся ниже вот наших человеческих пластов сознания и структур сознания, переживания, влечения, побуждения, эмоционально-сексуальной энергии, какие-то внутриклеточные обмены, влияние вот этих вот, даже, наверное, можно предположить, влияние микробиома на то, как функционирует наш организм, как на клеточном уровне и на уровне физиологических систем взаимодействия наш организм с бактериями, которые находятся в нашем желудочно-кишечном тракте. Вот это все ведь играет большую роль. Вот это все можно отнести вот к этому измерению, и оно на нас может даже никогда не проникать в наше сознание, но оно действует. Ну вот здесь следующий слайд, я его не буду зачитывать, вы можете потом в видео сделать паузу и его прочитать. Здесь вот снова возвращаемся к идее, что не все бессознательное, есть результат вытеснения, часть бессознательного является бессознательным с самого начала, она не является сначала личным опытом, который затем вытесняется, эта часть, так сказать, начинается, сама начинается бессознательно. И Фрейд считал, что это истоки символов в сновидениях и фантазиях. И, ну вот, с Юнгом был диалог, который можно не распространять, потому что, ну, это более-менее такие тривиальные моменты, если вы интересовались этой темой. Фрейд был согласен с Юнгом, что вот это архаическое наследие, которое мы получаем от предыдущих, от первобытной жизни, от до-человеческих особенно материалов, филогенетический эволюционный материал, он вот существует в нашем подсознании, или, как Фрейд бы сказал, бессознательном. Вот здесь вот отмечается, что он был согласен, Фрейд согласен был с Юнгом в этом смысле. Дальше следующий тип бессознательного, который посложнее, он довольно интересный. Это так называемое embedded unconscious, внедрёмное бессознательное, стройное, другой можно на перевод. Что имеется в виду? Это неосознаваемая структура психического аппарата субъекта. И здесь вот сначала более простым образом мы коснёмся этого, что вот мы проходим через стадии развития вертикального. Каждая стадия развития формирует определённую структуру сознания. Каждая последующая стадия развития формирует более высокую, более позднюю структуру сознания. Там есть дорациональная структура сознания, рациональная структура сознания и надрациональная структура сознания. Если очень упрощённо сократить дюжины стадий до трёх стадий. И вот рациональная структура сознания трансцендирует и включает дорациональную, а надрациональная структура сознания превосходит и включает рациональную структуру сознания. И вот тот момент, сам субъект, допустим, я нахожусь на рациональной структуре сознания, моя субъектность, структура моего сознания рациональна. И вот эта сама структура, я являюсь этим, но я не сознаю, что я являюсь этим. Потому что по определению, когда я начинаю осознавать, что я являюсь этим, я начинаю это делать объектом. Начинаю это потихонечку трансцендировать, превосходить и включать. И это становится как бы более низким этажом. А когда я нахожусь на этом этаже, я им живу, я смотрю через этот, как бы та маска Минотавра, если вы помните, у Пелевина есть неизвестная его работа про лабиринт Минотавра, не помню, как она называется. Вот есть та маска, вот эта структура сознания, через которую я смотрю, я не осознаю, что это маска. Даже в зеркало посмотрю, я не понимаю, что из этой маски скрывается другое лицо, более высокая структура сознания. И вот эта структура сознания, с которой я на данный момент отождествлен, является вот этим встроенным бессознательным. По определению мы не осознаем свою структуру сознания. Да, мы можем про нее прочитать. Да, вот есть картографии в психологии вертикального развития. Кен Уилбер блестяще формулирует весь этот дискурс. И когда мы читаем про эти структуры сознания, про эти уровни сознания, которые в нас действуют, и с которыми мы отождествлены в разных линиях, мы начинаем лучше это понимать, это помогает нам это все больше и больше объективировать. Но всегда есть некая структура сознания, которая нами движет, которая говорит моими устами, смотрит моими глазами, думает моими мыслями, и которая и есть тот думающий. Не истинный думающий, а вот этот эмпирический думающий. Потом мы, может быть, обсудим различие между таким истинным я, которое больше связано с свидетельствующим пустотным сознанием, и вот этим воплощенным форму, облаченным в одеянии структур сознания, вот этим эмпирическим я. И вот это эмпирическое я, оно имеет вот эту структуру сознания. Эта структура сознания находится для нас, с нашей точки зрения, для каждого из нас в бессознательном. Но мы ее не вытесняли. Ничего такого, никакого патологического процесса не происходило. Она просто является тем аппаратом, через который мы смотрим на мир. Вот это и есть встроенное или внедренное бессознательное. На каждом уровне развития невозможно полностью видеть видящего, пишет Уилбер в очаг познания. Ни одна наблюдающая структура не способна наблюдать за самой собой проводящие наблюдения. Личность использует структуру своего уровня как нечто, при помощи чего она воспринимает и транслирует мир. Но она не может воспринять и транслировать сами данные структуры. По крайней мере, не полностью. То есть частично возможно вот эта рефлексия, но полная рефлексия может произойти только тогда, когда мы идем дальше. Отпускаем эту структуру и вдруг мы ее начинаем изучать даже через микроскоп и понимать, вау, какой красивый мир субъективного опыта. Например, когда происходит исследование рациональными методами мифического фольклора, мировоззрения, миросозерцания мифического сознания. То есть сам человек, когда он находится на мифическом уровне сознания, он не может объективно исследовать свои мифы, в которых он погружен, как рыба в воде. А человек на более высоких ступенях сознания, особенно если через ступень перейти, когда уже есть большое пространство, особенно если нет теней, вытесненного чего-то на мифическом уровне, то мы возвращаемся как исследователи, антропологи, этнологи, этнографы, фольклористы, мифологи. И вот как Джозеф Кэмпбелл начинаем изучать все это мифическое пространство, богатство, наполненное интенсивными архетипическими формами и начинаем восхищаться мудростью вот этого пространства мифического. И можем его объективировать. Но когда мы живем в мифическом сознании, вот эта мифическая структура сознания является встроенным, бессознательным для нас. Она есть то, через что мы смотрим, и мы являемся, мы отыграем какие-то роли, мы играем роль хорошего, добропорядочного отца, например, школьника, ученика, сына и так далее. Все возможные архетипические роли. И не осознаем, что мы их играем. Для нас это вся жизнь. Вот это очень важный момент. Смысл в том, что любой процесс трансляции, это опять же я цитирую Уилбера, есть то, что видит, но не само видимое. Транслирует, но не само транслируется. И может вытеснять, но само не вытеснено. То есть трансляция здесь имеется в виду не столько перевод, а трансляция, как радиотрансляция или телевизионный эфир. То есть наша модель мира, есть те очки, через которые мы смотрим, но мы не знаем, что это очки, это очки виртуальной реальности. Каждая структура сознания это очки виртуальной реальности, но мы не знаем, что это мы носим эти очки. И мы снимаем эти очки виртуальной реальности, а под ними другие очки виртуальной реальности. Но это немножко неудачная метафора, потому что кто-то может хотеть снять сразу все очки виртуальной реальности и будет в панике пытаться их снять, но это не получится. Все метафоры и аналоги имеют ограниченное значение. Для того, чтобы снять очки виртуальной реальности одного уровня и под ними обнаружить более созревшие очки виртуальной реальности следующего уровня, нужно пройти через большой процесс взросления и созревания. На это уходит много лет. Мы не говорим об уровнях сознания, что мы один слой убираем, открываем следующий слой уровня сознания. Это неверное понимание психологии развития. Все эти структуры – это результат кропотливого формирования, постепенного формирования слой за слоем механизма функционирования этого психического аппарата. Я могу быть отождествлен с этими очками виртуальной реальности одного уровня, и мне нужно быть отождествленным с этими очками какое-то время, чтобы они созрели. И поэтому, может быть, даже нужно смотреть не метафору, что мы снимаем очки виртуальной реальности, а что вот на эти очки виртуальной реальности, которые созревают, и они в будущем еще могут комплексно усиливаться, например, как кибернетическая какая-то система, мы на них надеваем следующие очки виртуальной реальности. А без очков виртуальной реальности мы не можем находиться, потому что виртуальной реальностью является сам мир формы. Метафора очень неудачная, потому что в нашем обществе очень распространена такая идея, что нужно убежать из мира формы в некую нирвану, в пустоту и так далее. Такое духовное избегание. Я этого не имею в виду. Каждая вот эта виртуальная реальность, вот сейчас вот есть понимание виртуальной реальности как чего-то плохого, а есть понимание виртуальной реальности как чего-то хорошего, как метавселенная, например. Я не разделяю этого понимания виртуальной реальности как чего-то хорошее, как метавселенная, но как аналогия, что это нечто хорошее. Давайте относиться к структурам сознания, это нечто хорошее. Наша задача не избавиться от структуры сознания, мы не можем от них избавиться. Это самозаблуждение. Мы всегда смотрим через какие-то очки, как фильтр какой-то структуры сознания. Так, вернемся к презентации. Что еще относится к внедренному бессознательному? Например, такая структура, психическая структура, которую выделил Фрейд, как суперэго. Я здесь не буду, опять же, читать вот эту вот цитату. Надеюсь, мое вот окошко, где я отображен, не закрывает текст. Если я вижу, что буду закрывать текст, я обязательно выложу эту презентацию в открытый доступ. Но вы сможете прочитать вот эту вот цитату. Следующий тип бессознательного – это погруженное, субмерджентное бессознательное. И вот это уже, Билл Барнюн говорит уже в большей степени с точки зрения вытеснения. Вытесненное, погруженное бессознательное, когда более низкое пытается подняться, то есть оно уже… Вот есть наше сознание текущее, и мы вытесняем из этого сознания некие аспекты предыдущего опыта, особенно предыдущих структур сознания. И часто в этом вытеснении формируется субличность. Но мы помним, что Выбор выделяет такие уровни, обозначаемые цветами, например, как инфракрасный или багровый, потом пурпурный, потом красный, янтарный или синий в спиральной динамике, то есть разные модели, просто оранжевый, зелёный, изумрудный, бирюзовый и так далее. Или вот в модели Жанна Гепсера, на которые часто Выбор ссылается, эти стадии называются, если упрощённо их изложить, архаическая структура сознания, магическая структура сознания, мифическая структура сознания, ментально-рациональная или рациональная структура сознания, элементальная структура сознания. У Гепсера это ментальная структура сознания или ментально-рациональная, у Уилберта рациональная структура сознания. Дальше Уилбер добавляет плюреалистическая структура сознания и интегральная структура сознания. У Гепсера она называлась интегрально-перспективная структура сознания. И вот когда мы поднимаемся по этой лестнице, эти структуры нам изначально не даны. Нам необходимо вступить во взаимодействие со средой, интернализировать формы от среды, а также из какого-то, видимо, фонового бессознательного основы, взаимодействовать с этими морфическими полями, каким-то образом через взаимодействие в социуме, через внутреннюю работу, через размышления, через творчество. В общем, такая активность во всех четырех квадратах происходит. И мы усваиваем, интернализируем следующую более высокую структуру сознания. И постепенно выстраиваем в своей башне свое сознание этаж за этажом. Вот эта многоярусность, многоэтажность уровней сознания. И когда мы выстраиваем последующий этаж, то элементы предыдущего опыта, они могут быть нежеланными с точки зрения его этажа, они могут быть опасными. Например, когда ребенок взрослеет потихонечку, у него же есть эти импульсы, агрессии, влечения, этого хочу. А социальная среда этого не позволяет. Например, нужно научиться соблюдать дисциплину, нужно импульсы свои в какой-то степени даже вытеснять, подавлять, научиться дисциплинированному поведению. Есть перегибы, разумеется, когда отформируется невроз. Но есть и нормальные, просто когда я подчиняю вот эти импульсы более высокой инстанции. И когда происходит это подчинение более ранних импульсов, более высокой инстанции, например, более рациональной инстанции, то это тогда может формироваться как раз в такое погруженное, субмержентное, бессознательное. И вот здесь мы уже видим, что если такой материал туда подавляется в виде субличности, то тогда работа с бессознательным будет состоять в том, что, или с подсознанием, состоять в том, что вот здесь у нас подавлены эти материалы, эти энергии, вот этих более ранних стадий, структур сознания. И нам нужно каким-то образом с ними соприкоснуться с этой энергией, с этой субличностью, которая содержит эту энергию, в терапевтическом процессе интегрировать ее в общую систему континуум самости, в общий континуум нашей личности, чтобы мы имели, например, должную меру агрессии, они были бессильными или наоборот имели аддикцию к тому, чтобы все время агрессировать, имели должный уровень витальности, сексуальности и так далее. То есть некий оптимальный оптимум вот этой вот энергии. Вот здесь дальше цитата из Кена, это тоже из-за чьей познания. Когда глубинная структура завершает процесс формирования из бессознательного основы, ну я здесь читаю по тому термину, который я предпочитаю, из бессознательного основы и принимает форму различных поверхностных структур, данные структуры ввиду различных причин могут быть возвращены к состоянию бессознательности. Иначе говоря, как только некая структура возникает, она может оказаться погружена под поверхность, под поверхность этого сознания с тем, чем мы отождественные. И общую совокупность подобных структур мы называем погруженным или субмерджентным бессознательным. Погруженное бессознательное это то, что когда-то в течение жизни осознавалось, но теперь экранируется от сознания. Ну вот пример вот с мифическим сознанием. Вот мы когда-то жили этими мифами, они могли даже не называться, мы не знаем, что это миф. Миф, например, о том, что жизнь состоит из того, что нужно закончить школу, поступить в вуз, а потом будет жизнь по профессии. Это же миф, это ролевое распределение. Жизнь гораздо более многообразна, чем этот миф. Но когда мы жили изнутри этого мифа, когда нам было 14, 15, 16 лет, или там 13, 14, 15 лет, для кого-то и 20 лет и так далее. То есть это, в принципе, взрослые люди тоже могут находиться внутри этой структуры сознания. Мы не осознавали, что это какие-то мифы. Но дальше, когда мы развиваемся, мы переходим к рациональному уровню сознания, или дальше продолжаем своё развитие и приверализируемся, наш ум становится всё более-более привералистическим, вот этот зелёный уровень сознания, то мы начинаем как будто бы стыдиться своего вот этого мифического прошлого и пытаться разрушать эти стереотипы. И мы даже можем устраивать крестовые походы против людей, которые ходят в церковь и думают, что нужно соблюдать эти ролевые распределения. Мы из своего сознания, для нас почему-то это небезопасно, а мы боимся, например, вот Сезан Кугротер описывает это как феномен, то, что если я выбрался к этим постконвенциональным стадиям, я боюсь, что меня затянет обратно в болото, в мифическое болото. И поэтому для меня вот эти материалы, этих мифов, он опасен. И я боюсь всего, что связано там с мифическим этноцентризмом, в здоровой форме это патриотизм, в нездоровой форме, например, это экстремальные формы нацизма. Но для меня нет вот этого развлечения. Я вообще любой патриотизм буду относить к тому, что является чем-то нежеланным. Это у меня будет вытеснено в субмердженное подсознание. Вот как это работает на примере динамики между мифическим и рациональным и плюористическим. Ну, в смысле, что я рассматриваю рационально-плюористическое, здесь как некое одно объединенное пространство, стадии. Разумеется, между рациональной стадией и плюористической, есть большое различие, которым у нас нет времени сейчас вдаваться. Это в других каких-то презентациях можно будет ознакомиться. Ну, здесь вот хорошая цитата из Юнга, вот второй абзац. Личное бессознательное, то есть вот это вот личное бессознательное, которое формируется в результате вытеснения, то, что выбор назвал бы погруженным бессознательным. Личное бессознательное включает в себя все психические содержания, которые были забыты в течение жизни индивидуума. Их следы все еще сохраняются в бессознательном, даже если вся сознательная память о них и была утрачена. В дополнение к этому оно содержит все подпороговые, сублиминальные впечатления или восприятия, которые имели слишком малую энергию, чтобы достичь сознания. Сюда мы должны добавить бессознательные комбинации идей, которые все еще слишком слабы и неразличимы, дабы пересечь порог восприятия. Наконец, личное бессознательное содержит в себе все психические содержания, которые несовместимы с сознательной установкой. Дальше выбор поясняет, что есть какие-то подпороговые впечатления, их нельзя назвать вытесненными, они просто подпороговые, они не перешли порог, где они начинают осознаваться. Но вот есть другие переживания, которые активно вытесняются. Ой, простите, слишком. Далеко убежал. Вот. И в конце выбор пишет. Вытесненная, погруженная бессознательная – это тот аспект бессознательного основы, который, когда он возникает, подхватывает поверхностные структуры, затем силой вытесняется или возвращается в бессознательное состояние из-за его несовместимости с сознательными структурами. Я уже описал, почему может происходить такая несовместимость, например, мифического материала для следующей стадии рациональной. Я туда добавляю, кстати, и плюористическую, потому что часто плюористическую тоже есть аллергия на вот этот патриархат мифического сознания или там вот эти все иерархии, которые, конечно же, есть и в оранжевом рациональном, но они очень часто, в значительной степени присутствуют в таких мифических обществах, которые очень жестко структурированы в иерархиях. И вот из-за религии будущего, цитата, если вытесненный духовный материал уже эмерджетно возник, он отправляется как раз в вытесненное погруженное бессознательное. А если он только начинает возникать, то он продолжает оставаться вот в следующем типе бессознательного, который мы будем рассматривать, в вытесненном, эмерджетном, бессознательном. Итак, пятый тип бессознательного – это возникающее бессознательное или вот в религии будущего уже переведено как эмерджетное бессознательное. Почему возникающий? Потому что emergent. Emergent – это возникает, проявляется. То есть имеется в виду, что некая структура сознания или некий феномен, его еще нет, но он начинает возникать, формироваться, проявляться, и в какой-то момент он становится, возникает. И есть такая парадигма emergentного возникновения, что следующий уровень сложности emergentно возникает, и он имеет в себе свойства, которые нередуцируемы к свойствам предыдущих уровней. Поэтому этот термин emergentность, я его в переводах стараюсь, где это уместно, сохранять. И вы можете потом посмотреть в Википедии, например, или где-то ввести в Гугле просто слово emergentность, прочитать про него. То есть это значение для Вилбера, вот это слово emergentный, emergent, emergence, оно очень часто проявляется. Это не случайно, это не просто возникновение, которое иногда для того, чтобы простить перевод, приходится писать просто возникновение. И в ранних переводах тоже это переводилось вот таким более русским термином. На самом деле там время от времени необходимо указывать именно на то, что здесь и речь идет об emergentных свойствах. Итак, вот здесь тоже цитата из Вилбера. Для большинства индивидуумов сверхразум лежит в emergentном, бессознательном, терпеливо пульсируя в ожидании возможности проявиться. В простых формах, которые были уже заложены немногими отварными новаторами. То есть сверхразум – это такой вот сверхсознательный уровень нашего развития, который относится к транспарсональному надличественному измерению. В массах он не присутствует. Но, как считают Вилбера и некоторые другие исследователи, он уже эскизно формируется, к нему можно некоторые вот выдающиеся индивидуумы, которые очень глубоко развиваются, высоко развиваются, при этом совмещают это с духовной практикой, они получают доступ, могут получить доступ к прообразам вот этого вот сверхразума. Поэтому он уже потихонечку начинает закладываться. Здесь очень важно учитывать вот этот момент, что космос воспринимается Вилбером не как статичное какое-то предзаданное явление многоэтажное, а как некое пульсирующее целое, которое постепенно формирует все большее, более высокие и более сложные структуры бытия и сознания. И самые высшие структуры бытия и сознания, которые сейчас самые высшие, они через тысячу лет уже не будут высшими. Они будут где-то в середине диапазона, а появятся еще более нюансированные, изысканные структуры сознания. Вот. Мы уже приближаемся вот к концу вот этой лекционного аспекта. И поэтому Вилбер вводит такое вот понятие, как эмержентное бессознательное. На уровне морфических полей, неких космических, объективных таких существующих привычек, трансперсональные уровни, например, сверхразум, они уже обнаружены в своем хотя бы зачаточном состоянии. То есть они каким-то образом реально влияют на все всеединство нашей Вселенной, особенно человеческого космоса или там космоса всех сознающих существ. Каким-то образом влияют. Потому что есть нисходящее влияние более высоких уровней сознания на более ранние. Но во мне, в конкретном индивидууме, у меня еще не, я еще не развился, мой центр тяжести, моего развития еще не дошел до этой высокой высоты, до этого высокого уровня сознания. И поэтому этот уровень на меня может влиять через поле, но я на сознательном уровне, в сознательном плане не имею к нему доступа. И оно может влиять, но дальше Вилбер указывает на следующий тип бессознательного, эмержентного, это вытесненное эмержентное бессознательное. Что имеется в виду? Что когда вот этот более высокий уровень, это не обязательно сверхсознание, это может быть, например, для мифического, это рациональный уровень, для рационального это плюористический уровень, для плюористического уровня это интегральный уровень или более высокий, любой более высокий уровень сознания. Они на меня влияют, но по какой-то причине, например, под воздействием культуры, мне западло, мне неприлично интересоваться какими-то духовными переживаниями. Вот я весь такой рациональный человек, может быть, даже обладая интегральным мышлением, Но по какой-то причине меня приучили к тому, что я могу, например, потерять весь свой доход или безопасность, защищенность социума, если я не буду присягать Ричарда Докинзу на то, что я вместе с Ричардом Докинзом не верю вообще ни во что, что Бога нет и Духа нет, всё только материальными причинами объясняется. И это может в моём подсознании очень глубоко сидеть такая установка. И тогда, когда эти духовные уровни или более высокие уровни сознания, они реально же существуют. То есть психологи и исследователи сознания их выделили. Они есть, они реально на нас влияют. Можно интерпретировать их по-разному. Может быть это какое-то заблуждение, конечно, можно интерпретировать, но они есть. Этот материал, он существует. И в какой-то момент у человека может формироваться такая, даже если он высокоразвитый, такая некая задержка психического развития, что он пытается оттолкнуть эти более высокие духовные переживания. И тогда вот это эмержентное бессознательное, вот эти более высокие уровни, которые на нас пытаются проникнуть в моё сознание, в наше сознание, я замечаю, ой, что-то я духовное испытываю, ой, что-то неприятно. И я просто сразу быстро начинаю их вытеснять. И поэтому формируется то, что Выбор называет вытесненное эмержентное бессознательное. И это очень важная концепция вытесненного эмержентного бессознательного. Потому что, опять же, когда мы работаем с своим подсознанием, понимаешь, подсознание такой обывательский термин, который соединяет в себе всё, то мы через эту работу с подсознательным можем, например, соединиться с просто эмержентным бессознательным, который в нас формируется. И для каждого из нас это у нас, у каждого из нас есть своя зона ближайшего развития. Или же мы можем, работая с своим эмержентным бессознательным, пытаться починить, исцелить какое-то вытеснение, например, десакрализацию чего-то более высокого, что мы не готовы принимать. Это тоже будет получение ресурсов дополнительных. То есть мы тоже будем реализовывать полный потенциал своей жизни. Вот дальше несколько цитатов. В таких случаях материал, когда происходит вытеснение, исходящий из более высоких состояний или структур сознания, и это может касаться и горизонтального развития по состояниям, и вертикального развития по структурам сознания, который вполне мог бы эмержентно проявиться на текущей стадии развития индивидуума, почему-то активно, динамично вытесняется, диссоциируется и удерживается от проникновения в осознаваемый опыт. Это создает более высокую, даже трансперсональную или духовную тень, а также может порождать хорошо развитую теневую субличность, светлую тень. То есть что же такое? Я не могу иметь этот духовный опыт в первом лице. Ну вот там, не знаю, Владимир Ильич Ленин, весь народ наш приведет к светлому духовному будущему. И под именем Владимир Ильич Ленин вы можете подставить любое имя любого духовного авторитета в своей жизни. И вот я его идеализирую, я вхожу в эту игру идеализации вот этого авторитета, и я по сути проецирую на него то, что мне может быть потенциально доступно, но я почему-то, мне неудобно это в себе интегрирую в своей системе самости. Есть другая, конечно же, полярность, когда человек излишним цепляется за то, что это я, там, не знаю, Кощей, это я, там, Бессмертный, это я круче всех, это я, там, не знаю, как бы Владимир Ильич Ленин, я использую это имя, потому что оно не будет оскорблять некие чувства ничьи, наверное. Вот, это я вот самый всемогущий, и вот эта попытка в себе всё приписать, это уже такая нарциссическая динамика внутренняя. То есть, может быть, идеализация другого, а может быть нарциссическое цепляние, аддикция к этим каким-то духовным опытом, потому что этот духовный опыт, он случается со мной, только со мной, он делает меня особенным, а не то, что духовный опыт вообще-то является потенциалом, врождённым потенциалом, практически врождённым потенциалом, который потенциально может быть доступен любому человеку на планете Земля, если он продолжает своё развитие. И действительно, это трудно добраться до каких-то высоких духовных вершин, но это трудность, которая доступна потенциально любому человеку, если он будет совершить этот труд. И если у меня есть такое высокомерие нарциссическое, такая вот, что я весь такой вот крутизной там сияю, сияю, это тоже является такой вот элементом аддикции, фиксации, цепляния. Такая патология, на удивление, часто встречается в нашей культуре, где отождествление духа с мифическим уровнем приводит к тому, что буквально всё, связанное с духом, кажется инфантильным, несуразным, надо постыдным, тем, чему не стремятся и что отвергают. Это пишет Вилберг. Следствием вплетённости в культуру этого бессознательного мнения или предубеждённого отрицательного отношения к духовности становится то, что везде, где бы ни возникало, ни начинало сходить какой-либо подлинный духовный или трансферсональный материал, текущий уровень развития, ну, в конкретном примере, где Вилберг это в книге рассматривает, по-моему, в религии будущего, в нашем случае грубое ментальное эго или, может быть, табача познания, как правило, утесняет и отчуждает этот духовный опыт, изолируя его от осознавания. В религии будущее тоже выбирает, потом обсуждает. Если вытесненный духовный материал уже эмерджентно возник, он отправляется в вытесненное погружённое бессознательное. Если же он только начинает возникать, то продолжает оставаться вытесненным эмерджентным бессознательным. То есть это очень важный момент. И это если вы в психотерапии работаете, с собой работаете, с психотерапевтом, особенно такие подходы, которые учат какие-то духовные реалии, например, очень только сонастроенные, с вторичными процессами, вот этот процессориентированная психология, различные трансперсональные методики, в интегральных процессах некоторых это происходит. То есть есть у человека какое-то переживание. Если оно ещё только начинает проявляться в сознании, то я могу его блокировать. Так, чтобы я... В терапевтическом процессе это будет то, что я не готов это впускать в себя. Я его блокирую, и ваш клиент, например, если вы как терапевт работаете с клиентом, вы замечаете, что что-то сейчас готово, как бы не с ним зайти. Это не обязательно духовное. Это может быть и просто более высокий уровень сознания, осмысления, озарения, какая-то тонкая энергия, тонкого состояния, не обязательно очень такого сверхдуховного. Но в данном примере мы рассматриваем, на духовном примере трансперсональный, некий трансперсональный опыт. И человек от него пытается убежать. Он прыгает влево-вправо и не готов, как вот конь, который упирается. И вот это корреляет от того, как это может происходить, когда это эмерджентно и бессознательно. А другой момент бывает, когда вот человек, например, испытывал много-много всяких духовных опытов, они в него входили, внедрялись в его сознание. Как это может происходить? Например, если очень часто практика изменённых в состоянии сознания. Бывает, вот иногда встречаешь людей, у которых очень много вот этого опыта изменённых в состоянии сознания. Очень много. Не обязательно холотропного дыхания, самые разные методы есть. Очень много. Но человек как будто бы остекленел в рациональном, в рассудочном. Казалось бы, там 10, 15, 20 лет вот этого психоделического изменённого опыта, а ощущение происходит, что это остекленение вот такое вот, всё материально, всё рационально. Как бы, если это духовный опыт, то осмысляется с точки зрения какой-нибудь такой вот десакрализирующей парадигмы. Нет вот этого ощущения нуменозности, мистичности, тросперсональности. То есть, в этом случае можно говорить, что вот очень большой материал из духовных сфер, он пришёл к человеку, и человек его утрамповал. И это особенность, особенно практики изменённых состояний сознания интенсивной, длительно пролонгированной, когда наше эго, наше сознание, наши структуры сознания и центр тяжести в состояниях сознания оказываются не готовы к метаболизму этого опыта. И тогда мы можем просто вот эти переживания, которые могут стать для нас самым вообще важным в жизни, мы их просто настолько успели утрамбовать, потому что испугались, или ещё что-то произошло, или нужно было адаптироваться, работать в каком-нибудь, не знаю, в Газпроме продолжать или ещё что-то десятилетиями. И там, конечно же, среда этому не способствует. Я не знаю, про Газпром не знаю, но в каких-то больших корпорациях, например, ну не способствует этому, если у вас такие опыты. И вот человек за десятилетия, имея такое вот не очень крепкое самосознание, он смог это утрамбовать. Тогда этот духовный опыт уже становится вытесненным в погружённое висознательное. Это мне показалось очень важное такое. развлечение, которое поможет очень многим людям, и выбор один из первых, кто начал говорить о таком типе бессознательного. И вот, если этот опыт только начинает возникать, он удерживается в эмиджентно-бессознательном не вследствие недостаточной разлитости сознания, как в обычных ситуациях, а под активным воздействием механизма вытеснения или агрессивного отчуждения. То есть у меня есть аллергия к этим духовным переживаниям. Это когда мы первый случай рассматриваем, когда материал только начинает возникать. В обоих случаях трансферсональный компонент генерирует теневой материал или субличность, порождая чаще всего самые гипертрофированные варианты аллергических реакций на все духовные, а также порой странные и необъяснимые для индивидуума влечения и аддикции к духовному материалу. И в случае аллергии, и в случае аддикции человек, страдающий от вытеснения, может испытывать неприятные симптомы. И даже психосоматические симптомы перечисляются, включая мигрени, энергетические нарушения в теле, бессонность, тревога, депрессия и так далее. А также сталкиваются с различными символическими выражениями вытесненного духовного материала. Ну и в практике часто можно столкнуться, что вы должны работать с собой или с человеком, что он вроде бы как сталкер получил доступ к какой-то более тонкому измерению. И он туда ходил многократно, благодаря тому, что там были вот эти интенсивные практики изменения на состояние сознания. Но если не было этого поэтапного выстраивания структур и состояний, формирование вот этого психического аппарата, то иногда бывают такие странные дисфункции, странные сгустки в лечении, аддикции и аллергии, с которыми приходится работать, которые не похожи на то, что это, например, возникло в детстве. Не похоже, что это возникло в подростковом возрасте, травма какая-то, не знаю, шоковая травма произошла. Шоковая травма могла произойти в измененном состоянии сознания. Некоторые исследователи говорят о травме измененных в состоянии сознания. Это тоже такой феномен. Хотя иногда злоупотребляют этим термином. Но, в общем, для нашей вот этой лекции, которая подходит постепенно к концу, очень важно учитывать вот это существование такого типа бессознательного. Потому что некоторые переживания, которые, в принципе, сейчас, благодаря распространению разных практик духовного и личностного роста, разных способов работы с измененным состоянием сознания, например, хлотропное дыхание и так далее, просто нужно учитывать, что все больше и больше людей статистически будут приходить к каким-то незеснимым переживаниям. И опять же, работа с подсознанием тогда будет работать вот с этим вытесненным эмерджетным бессознательным. И вот Вилбер отмечает, что эмерджетное бессознательное, если вернуться к собственному эмерджетному бессознательному, включает два базовых элемента. Те вещи, которые заложены в этом эмерджетном бессознательном в ходе инволюции и ожидают в местной точке, чтобы проявиться. Ну, например, доступ к каким-то высшим архетипам причинной сферы. Если вы изучали выбор, то вы там, ну или не изучали этого выбора, описывается. Второе, феномен, который включен в эмерджетное бессознательное, то, что было поморчески сформировано эволюционным эросом, который тетраэволюционирует во всех четырех квадрантах, и что передается по наследству следующим поколениям, ожидая эмерджетного например, все люди наследуют глубинные структуры базовых ступеней вплоть до форм второго порядка, если говорить о 2004 году, годе, а также смутные следы всех форм вплоть до сверхразума. Они четко не возникли еще в человеческом самосознании, но они уже некоторые провидцы говорят, что можно видеть их прообразы, их эскизные формы. Хотя не все они эмерджетно проявятся в каждом индивидууме, то есть во всех людях, которых вы встречаете, все индивидуумы наследуют эти потенциалы, то есть потенциально каждый человек на планете Земля, мы говорим о человекоцентрированном взгляде, то есть наверное можно говорить о всех сознающих существах, но мы здесь говорим о людях, это то, что нам доступно в текущий момент, наследуют эти потенциалы. Иными словами, если мы развиваемся, продолжаем свое развитие, то мы потенциально можем получить к ним доступ, но развитие это сложный процесс, поэтому на данном эволюционном этапе это редкие люди, через тысячу лет больше людей, если человек продолжит свое поэтапное развитие, если не продолжит, то ситуация будет другая. И вот еще цитата из «Очей познания». Надличностная сфера, включающая себя тонкая и причинная, еще не вытесненная, они еще не экранированы из сознания, не отфильтрованы из него, им просто еще не удалось возникнуть. Мы не говорим о двухлетнем ребенке, что он сопротивляется изучению геометрии, ведь ум ребенка еще не развился и не сформировался в той степени, чтобы позволить ему хотя бы начать учиться математике. Точно так же мы не видим ребенка в вытеснении математики, и точно так же мы не виним о вытеснении трансперсональной сферы. На данном этапе, это написано в каком-то году, в 1984, по-моему, сегодня 2024 год, то же самое. То есть, потенциально каждый из нас мог бы дойти вот до этих трансперсональных сфер в своем развитии. Но то, что мы не имеем доступа к этим сферам, не должно служить причиной для каких-то самообвинений, что мы какие-то недостаточные. Таково наше развитие. Ребенка мы не обвиняем в том, что у него нет когнитивных структур, позволяющих изучать геометрию. Точно так же мы и не должны себя обвинять, что у нас нет когнитивных структур, позволяющих или структур сознания, позволяющих бороздить вот эти трансперсональные сферы. Но потенциально нужно знать, что мы можем реализовать весь свой потенциал даже в 2024 году, если продолжаем свое развитие. Вот дальше интересная цитата, я ее не буду полностью, наверное, читать, но смысл в том, что вот это вот мержетное бессознательное может вытесняться и могут быть, используются целый набор защитных механизмов, которые защищают индивидуума от трансценденции по какой-то причине. И вот среди них выводы перечисляют рационализация с точки зрения этой защиты трансценденции. Ну, нельзя трансцендировать и вообще это патология. Второй тип защиты это самоизолирование, избегание отношений. Ведь мое сознание есть нечто находящееся сугубо в границах кожного покрова. То есть, когда мы трансцендируем, мы начинаем понимать, что эго облаченное в мешок из костей и кожи это ну просто модель. На самом деле мы взаимосвязаны со всем миром, это все больше и больше проявляется и по какой-то причине человек может хотеть избегать этого. Я хочу делать, что хочу, я хочу думать, что хочу и не хочу все время осознавать, что каждое мое действие влияет на всех остальных людей и что я думаю какую-то мысль, я хочу сохранять в себе иллюзию, что эта мысль остается только внутри меня и что она никак не влияет на других людей. Что другие люди, например, не считывают моих настроений, моих состояниях, хотя мы постоянно передаем свои настроения, как минимум у нас есть такая бытовая телепатия, мы друг другу передаем настроение и как тяжело находиться рядом с человеком, который все время в плохом настроении, как тяжело бывает людям в плохом настроении находиться рядом с человеком, который все время в хорошем настроении и так далее. И мы постоянно происходит эта реверберация влияния в этих состояний иногда говорят о токсичном человеке, он сам не осознает, но хочет, что вы говорите, что токсичный, Ну, не нравится как бы, ну, это ваша проблема, а на самом деле мы распространяем вокруг себя через лимбический резонанс эмоционального мозга и, может быть, какую-то полевую динамику, мы распространяем вокруг себя вот эту вот энергию, например, настроение. Следующий тип защиты, который может быть, это ужас перед смертью. Я боюсь умереть для своего эго, ведь если это произойдет, то что же останется? И тогда я боюсь трансцендировать, потому что трансценденция навсегда как будто бы умирание для моей текущей отождествленности. Если я отпущу ментально-рациональное рассудочное я, то что же тогда будет? Там есть некая пустота. Если я не испытываю комфорта во взаимодействии с пустотой, с бездной переживания, то я боюсь это отпустить и боюсь принять следующее. Ну, также, кстати, надо сказать, что есть аддикция и переживание этой бездны. Я все время все отпускаю, 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 я вообще как бы сорви голова, лихой человек, и это противоположная крайность, потому что я не позволяю этим структурам нежно и деликатно сформироваться. Необходим оптимальный баланс. Следующий тип защиты, который может происходить, это десакрализация. Это Абрахам Маслоу ввел этот термин для обозначения отказа видеть где-либо трансцендентные ценности святыни. То есть, это такая идея, что необходимо вообще все деканструировать, нет ничего святого. Ах, для тебя Папа Римский святой, а давай я какой-нибудь анекдот про Папу Римского расскажу. А для тебя Далай-Лама, а давай я расскажу какой-нибудь скабризный слух про Далай-Ламу, что-нибудь такое. А у тебя вот это святое, давай... То есть, как бы такая вот патологическая реакция в попытке деканструировать, обесценивать святы других людей. Ах, ты там патриот своей страны, а давай я тебя там начну мутузить. Хотя, в принципе, для большинства населения планеты Земля здоровый патриотизм – это проявление психического здоровья. То есть, для 80% как минимум населения, находящихся на мифических, анцентрических стадиях развития, очень важно находить какой-то путь для патриотического самосознания, проявления соучастия в жизни своего этноса, нации, страны. То есть, это очень важно. Это очень большой вклад интегрального подхода и психологии развития, которая позволяет это выделять. И так далее. То есть, это касается и рациональных уровней сознания. То есть, для тех, кто находится на рациональных уровнях сознания, очень важно, чтобы всё было по-научному, эмпирически, критически, чтобы мне какие-то там фигню не говорили. Это важно проверять. А люди часто на плюрористической стадии сознания пытаются это деконструировать. И иногда это уместно, а иногда преждевременно. То есть, я разрушаю святыню вот этого рационального человека, что он хочет достичь вершин на карьерной лестнице, купить себе ламборгини или ещё что-то, быть вообще мегауспешным. А я весь такой вот просветлённый, духовный, плюрористичный. И я начинаю размывать его все системы координат преждевремени. И тогда этот человек, если это у меня удастся, человек теряет ориентиры и новую не получает. А если это мне не удаётся, то человек очень агрессивно начинает реагировать на это. И из-за этого он может испытывать агрессию к плюрористическому уровню сознания. Когда он сам потом через несколько лет будет приходить к этому плюрористическому уровню сознания, к зелёной волне сознания, он будет испытывать большой дискомфорт. И у него это может быстро попадать в эмержентное, вытесненное, бессознательное. Поэтому, когда мы действуем, работаем с другими людьми, вот интегральный подход предлагает учитывать вот эти деликатные нюансы. Мы уже почти приближаемся к завершению вот этой вот акционной части. Следующая защита может, которую Вилбер вот здесь в данном месте описывает. Подмена. Высшая структура, возникновение которой интуитивно предчувствуется, подменяется более низкой с претензией на то, что это более низкая и есть высшая. Какой бы пример вот привести? Ну, например, вот есть вот эти духовные какие-то структуры сознания и есть вот эта экзистенциальная структура сознания, которая осознаёт свою смертность, она ещё не духовная. И вот в эту экзистенциальную структуру сознания начинают приходить духовные пиковые переживания. И эта экзистенциальная структура сознания не отпускает себя, то есть субъект не отпускает эту экзистенциальную структуру сознания. Он начинает эти трансферциональные переживания транслировать с точки зрения, интерпретировать с точки зрения экзистенциального опыта. И это трудно, конечно, описать феноменологически, когда происходит, но это идёт коннотация не трансценденции к духовному сверхначалу, а происходит подтягивание всего под эти экзистенциальные смыслы, и часть экзистенциальных смыслов состоит в бессмысленности. Вот это вот экзистенциальная деконструкция всех смыслов. И вот этот духовный опыт начинает интерпретироваться как повод для того, чтобы деконструировать всё вообще. Тогда как духовный опыт, он не только разрушает основы в каком-то смысле, но он и создаёт, он созидает. А вот экзистенциальная структура сознания, если у неё есть западание на деконструкцию смыслов, она начинает очень тенденциозно интерпретировать трансперциональные переживания, и вообще использовать духовные переживания для того, чтобы утвердиться в своей постоянной обессмысленности. А в чём смысл? А в чём? Зачем это делать? А в чём смысл, не знаю, почесаться и что-то делать? В чём смысл саморазвития, если всё это бренно? И что есть там какая-то высшая сила? И раз есть высшая сила, значит, всё ещё более бренно. Ну, такие коннотации могут происходить. Это означает, что есть какая-то подмена вот этих более высоких структур сознания, я всё ещё цепляюсь за эти экзистенциальные способы объяснения. И тогда нам нужно сделать шаг назад, особенно шаг назад, и посмотреть на ресурсы человека, какие у него есть, где он там за что цепляется, может быть какие-то ранние травмы ещё влияют на это, на то, что он не готов отпустить. Ну, в общем, побороздить вот эту экзистенциальную волну подольше. И тогда человек сможет её сделать прозрачной, она будет просвечена, её отпустят, и вот эти более духовные структуры сознания будут снисходить. Ну, конечно же, это довольно редкий опыт у редких людей, для кого это в зоне ближайшего развития духовной структуры сознания. Чаще всего это касается больше состояния сознания. Более тонкие и причинные состояния сознания могут пытаться, ну, стучаться в самосознание человека. И вот последняя защита, которая вот в данном отрывке, защит большая, но вот то, что в данном отрывке его предъявляет, самосжатие в более низкие формы знаний и опыт. То есть я расширился, а дальше я сжимаюсь в своё ментальное я и пытаюсь в нём удержаться. И здесь, конечно же, нужна тоже помощь, нужно себе помочь и обратиться за помощью, чтобы потихонечку расслабить вот это вот своё самосжатие. Любая из данных защит, и все они вместе, просто становятся частью процесса трансляции эго. Так что эго продолжает только лишь транслировать, когда в действительности ему стоило бы уже начать трансформацию, и чтобы это эго трансцендировалось, стало быть трансперсональным. Сверх эго, сверх я. И дальше вот последняя тема, которую я хотел рассмотреть с точки зрения именно интегрального подхода. Я не нашёл, чтобы его где-то рассматривал, или я забыл, что он где-то это рассматривал. Но что, разумеется, подсознание и бессознательное можно рассмотреть с точки зрения квадрантов. Что вот в верхнелевом квадранте, который связан с сознанием, субъективным, психическим опытом, это личное бессознательное, например. Например, такие феномены, как установка, импринты, вшитые сценарии, которые я в раннем детстве получаю. Это стереотипы или типы модели привязанности, которые в первые 2-3 года формируются. И так далее. В верхнеправом квадранте, которые связаны с организмом и объективным поведением, и активностями, которые можно замерить, или которые можно описать в третьем лице, это какие-то неосознаваемые или бессознательные физиологические процессы. Если вы более духовно ориентированы, то вы понимаете, что это какие-то биоэнергетические процессы или тонкоэнергетические. Если вы более материстически ориентированы, вы будете говорить, например, в терминах условных и безусловных рефлексов, древних структур мозга. Вот эта идея триединного мозга, очень замечательная, такая полезная модель. Кто-то ее критикует, но, мне кажется, не нужно ее прежде временно сбрасывать со счетов. Она очень удобная, полезная. Также, если говорить о коррелетах подсознания, которые некоторые исследователи выделяют, то вот тета-ритмы открывают как будто бы наш доступ к бессознательному. А дельта-ритмы, когда мы их испытываем, то мы погружаемся и можем взаимодействовать с материалом этого очень глубоко излегающего, даже фонового, бессознательного основы. Это очень интересный момент, можно было бы отдельно обсуждать. Нижний левый квадрант связан с отношением и межсубъективным и культурой. Это, ну, можно говорить о чем-то полевом, бессознательном. То есть те, кто работает с людьми, особенно в группах, понимают, что есть в группах и в отношениях встречаются какие-то например, в процессориентированной психологии называется роль призрак. Есть расстановочные какие-то темы, родовые, то есть что-то, какое-то присутствие в поле чего-то, что совместно мы сооразделяем в межсубъективном опыте. То есть несколько людей могут почувствовать это какое-то присутствие, какой-то призрачного материала, энергии, которое можно интерпретировать, не знаю, как там тяжелый опыт у умирающей от онкологии бабушки или там у человека, который там из родственников раньше там окончил жизнь самоубийством и так далее. И вот этот опыт он остается таким каким-то ранением коллективным, бессознательным. И входит в такую коллективную тень. И вы, когда работаете в терапевтическом процессе, все больше и больше будете сталкиваться с тем, что как будто бы в субъективном процессе клиента у него его сознание, оно как будто бы распространяется вовне и на поле отношений. И более террасферсональные подходы, работая с такие вот с коллективной тенью, они вот взаимодействуют с этими расстановочными моментами. Тоже отдельно очень интересная тема, которую можно было бы обсуждать долго и долго. Также я считаю, что можно говорить о культурном бессознательном. Это вытеснение целого культурного наследия. Что в нашем обществе и в истории каждого общества есть какие-то эпохи, где сильно развивались какие-то направления, мысли. И потом ввиду там революции, переворотов, они как будто вытеснялись, выкидывались. И в настоящее время можно становиться такими археологами, которые производят экскавацию этого культурного наследия, его реактивизацию, реактивацию, активируемые его, и оно начинает снова в нас играть. Это по сути одно из любимых занятий, например, интегрального сознания, которое трансисторично, оно охватывает множество поколений, целые временные эпохи любят охватывать не только пространство, но и время, и любят улавливать уникальные индивидуальности субъективного, межсубъективного опыта, культурные формы, архитектурные формы, духовные формы, присущие сознанию людей того или иной эпохи, которые часто очень удивительным образом отличаются от того германифтического круга, круга феноменологии нашего текущего бытия в мире, к которому привыкли. И вот в верхнеправом квадранте это также социальная экосистема, межобъективная, к этому относится этот квадрант. Это может быть нечто вроде системного бессознательного. Ну, системный, использовать термин системной расстановки. С одной стороны, на расстановке можно посмотреть с точки зрения внутренних отношений между людьми, а с другой стороны, это может быть расстановка иерархии в семье, в родовой системе, в корпорации. И с этим могут быть также связаны какие-то бессознательные процессы. То есть, то, что мы сейчас не понимаем разницу в рангах. Мы сейчас не понимаем, что начальник, мы бессознательно на него проецируем, например, отца часто или мать, патриарха или матриарха. То есть, мы об этом не замечаем. И иногда мы даже бывает вводим аспект нарушения иерархии. Мы не учитываем это влияние системного бессознательного. Также Карл Маркс, например, говорил о классовом бессознательном, что пролетариат, то, что раньше говорили рабочие, на самом деле в современной литературе принято говорить трудящиеся. А кто такие трудящиеся? Ну, все мы с вами. И вот мы, как трудящиеся, имеем ложное идеологическое сознание классовое. Нас прокомпостировали специальные системы пропаганды и маркетинга, в том, чтобы мы соглашались на несправедливую оплату труда. Ну, это как позиция марксизма. Я не говорю, что обязательно все верно в этой позиции, но многое верно, наверное. Но я просто говорю о том, как можно мыслить об этом коллективном системном бессознательном. И наша задача, как говорили марксисты и постмарксисты, это вычистить из себя вот эту дурь классовую, то, что у нас, наша коллективная бессознательная нам накомпостировали эти пропагандисты. Прийти к взвешенной рациональной позиции, обрести классовое самосознание, понять, кто на самом деле наши враги, а наши враги это эксплуататоры, которые пытаются нас сталкивать друг с другом. Вместо того, чтобы, как вот эта метафора тибетская, что когда кидаешь палку собаке, собака смотрит, куда палка упала и бежит за ней. Когда кидаешь палку льву, лев смотрит на кидающего. И вот наша задача пробуждающегося вот этого от трудящихся людей, то есть, по сути, всех людей, которые не обладают вот этим доступом к одному проценту, одного процента ресурсов на планете Земля. Есть там такие зловредные, ну, с точки зрения некоторых теоретиков кланы, которые из поколения в поколение уже 500 лет в капиталистическом мир-системе передают друг другу вот это все, весь свой капитал. И старые деньги, и новые деньги, но в целом это все очень ограничено. А трудящимся массам на планете Земля достается вообще крохи. И все это базируется на системе эксплуатации, и на системе несправедливой оплаты труда, и на системе принуждения, физического принуждения и так далее. Ну, это вот марксистская такая вот идеология, поэтому она звучит очень убедительно, поэтому она сотни миллионов людей вдохновляет до сих пор. И будет вдохновлять, скорее всего. Вот такой вот недуховный вариант, хотя бывает и духовный марксизм, но недуховный вариант идеологии, который может мобилизовывать, и до сих пор мобилизовывает массу населения, поэтому до сих пор очень много идет попытки дискредитации этого воззрения. Я здесь не хочу касаться там правильно, ну или нет, просто хочу сказать, что это один из возможных взглядов на системное бессознательное. Вот. Это вот мы завершили вот эту тему рассмотрения моей затянувшейся лекции по поводу разных видов бессознательного с точки зрения интегрального подхода. Последнее, что я хотел показать, извините, что я вам так экран очень много показываю, это вот как раз к теме забытого нашего культурного наследия. я вот нашел, когда вот готовился к этому, к этой презентации, вот такую вот книжку «Новые идеи философии», сборник под редакцией Лоскова и Родлова, это очень известные философы, кто изучал там философию Серебряного века, конца 19-го, начало 20-го века, кто знает. И этот сборник посвящен теме «Бессознательное». Выпущен в Санкт-Петербурге в 14-м году. И понятно, что в советское время вся эта литература была запрещена. Видите, в читальный зал не выдается, видимо, за то, что это старое издание, но в советское время он бы, скорее всего, еще вам бы запрещено было получить. Итак, и там есть в этом сборнике ряд статей, посвященных просто рассмотрению разных взглядов на «Бессознательное». Там Пьер Жанне, замечательные, другие авторы. И есть выписка из статьи какой-то Гартмана. Это Гартман, знаменитый автор книги «Философия бессознательного», который очень вдохновил Фрейда на использование «Бессознательного». Я просто хотел вам показать, сколько типов «Бессознательного» он выделил, и насколько мощно был развито дискурс про «Бессознательное» и подсознание. Про подсознание. Видите, здесь подсознательное, здесь рассматривался и термин подсознания тоже. В 2014 году в России и, следовательно, во всем мире. Как раз начало Первой мировой войны. Материалы были подготовлены перед, очевидно, загоди до этого. То есть, вот до катастрофы. Мир и культурное наше наследие до катастрофы. Сколько разных градаций «Бессознательно» выделял Гартман. И к чему можно возвращаться? Вы будете читать, можете легко найти в открытом доступе вот этот материал. Вы это увидите. Вот категория гностологически «Бессознательно». Сколько там? Одно «Бессознательное», второе, третье. Три «Бессознательные» в этой категории. Категория «Физически Бессознательное». Четвертое, пятое, шестое, седьмое. Уже мы семь имеем типов «Бессознательное». Категория «Психически Бессознательное». А «Несознаваемое» и там есть подкатегории восьмое, девятое, десятое, 11, 12, 13, вот там под категорией бессознательное относительно, то есть там есть разные градации, 14, 15, уже в категории психически абсолютно бессознательное, 16, дальше уже метафизически бессознательное, 17 тип бессознательного, 18 тип, 19, например, вот зачитаем, бессознательный абсолютный дух или бессознательный абсолютный субъект или субстанциальный носитель бессознательной абсолютной деятельности, то есть такие фразочки, вполне вот вообще в духе того, что вот мы сейчас потихонечку приходим с Вилбером, откапываем вот эти вот какие-то вот все значения, вот эти типы бессознательных уже 110 лет назад были опубликованы, то есть тема подсознания бессознательного, она очень сложная, очень богатая, любой, кто интересуется психологией, психотерапией, сознанием, может ее начать изучать, классифицировать, вот здесь мы проделали какую-то эскизную работу, я благодарю вас за внимание от коллекционной части, и если есть какие-то вопросы, то мы ее в свободном режиме можем обсудить, я, в принципе, по времени не ограничен, я приношу извинения, опять же, все время извиняюсь, я такой, эпитимия у меня, что, да, вот так вот получается, но с другой стороны, знаете, я сейчас вот в Ютьюбе много видео смотрю, там есть такая функция на двойной скорости просматривать, то есть вот эти вот два часа, их можно за час посмотреть, но я знаю, что кто-то говорит, что на двойной скорости это слишком быстро, я ничего-то не врубаюсь, значит, нужно там на полуторную, ну, короче, сейчас современные способы работы с материалом позволяют вот эти большие многочасовые какие-то материалы просматривать достаточно быстро, поэтому это не является таким вот трудным вопросом. Ну и сейчас есть такой жанр подкастов, которые длятся по три часа, вот как вот этот знаменитый подкаст Лекса Фридмана, например, или подкаст теории всего, там, где берут кого-то ученого и с ним разговаривают или о том, что там он читает, там, два-три часа, вот. Я, конечно, не претендую на то, что это было так же интересно, как эти популярные подкасты, но при этом я понимаю, что сейчас есть востребованность вот этих длительных материалов, более продолжительных. И рассматривающие разные вопросы с точки зрения разных нюансов. Спасибо. Спасибо.